здравствуйте это снова канал максимация как всегда по будням и gta 4 у нас продолжается и сразу отвечу на вопросы некоторые о по как жизнь хочу вручить тебе кое-что благодарность от нас брайса точнее об этом и никто еще не знает но поскольку изначально это его подарок уходит что для нас собой и что же это его машина пользуйся все равно я езжу на такси и выхожу спортивным шагом то что лучше будет машину моего спасителя спасибо дружок это здорово не за что наши отношения для меня дороже чем любые деньги твою тачку я заберу тачку попозже короче отвечаю сразу на вопросы когда будет прохождение игры red dead redemption 2 она будет но после того как я смогу наконец-то настроить ее так чтобы она у меня не тормозило потому что она более-менее нормально работает если не записываю но тормозит некоторых сложных каких-то местах тормозит но если записывать игру и играть то выдает наверное два или три фпс поэтому я найду способ как ускорить игру и возможно на плохой график играть придется на день но надеюсь что графика будет более менее я постараюсь конечно так сделать но а так прохождение будет планом мы направляемся краю бочина да что еще такое мэлори привет никого как жизнь мэлори роман давно с тобой разговаривал он не говоришь хочет мне сделать приложение ничего об этом не знаю но я за вас рад спасибо знаешь мы с романом решили больше друг другу не врать он мне все рассказал про влады и дарья спасибо что помог избавиться от трупа роман такой спыльчивый а я думаю просто не смог сдержать себя когда узнал про нас слабо любовь ко мне взяла и вверху ему пришлось убить да наверно так и было роман еще тот романтик увидимся короче у нас единственный вариант это идти краю бочины давайте выполним его задание а затем приступим к похищению так послушай меня исак том что тебя ограбили моей вины нет я тут не причем я не причем понимаешь я говорю посудовому вот ты меня хочешь убить серьезно пошел нафиг я с тобой закончил понял у меня все не 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 знаешь что мы с тобой даже не начали ворюга по твоей милости я в полной жопе алло алло черт давай развивай варежку давай рискни отечу нужно ты меня просил приехать а да прости у меня тяжелый день был алло 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 да мне жаль мне тоже чешкин чешкин это цикл куча кровописи решил мне после шоу рот вызвать издевать не спасти стукачок так и сакуи торгов с бриллиантами он решил повесить на меня всех собак силы обвинил о том что мы в жизни никогда не делали у меня нет ни денег ни бриллиантов ищите чувак мне грозится убить потому что у принял но и в общем то что он двумя дружками засел в норуна мальчистик иди заткните х и ульяков коков кофе налейте мне приезжайте в гостинице и стойте я заранее все купил броню потому что там пришли то что там придется много стрелять в этой гостинице я мечтим напомню о том что коронавирус ребята гуляют а вы ходите блин по улице приходилось по делам на улицу сходить смотрю просто всем плевать все просто куб гуляют группами по улице и за за сутки где больше более тысячи человек в россии заразились он 30 с чем-то человек умерли и все такое давайте сидите дома не нарушайте самоизоляцию мы же все хотим чтобы коронавирус исчез да нет оружие я доставать не буду потому что тут охрана стоит давайте перебьем этого исака и этих других а потом займемся похищением дочери дочери бандита анчелоти дочери дочери Что я жду вашей смерти здесь. Лучше не стреляйте. Вам меня никогда не победите. А если победите, то я вернусь и накостыляю вам всем. Нико никогда не убивает. Фух. Нерабочий лифт какой-то стоит. Так. Будем осторожнее. Надо здесь поосторожнее быть. У меня что, лампы что ли швырнули? Сейчас я что-то не понял. Сейчас у меня все... Сейчас я пули в вашу швырять буду. И тебе, и тебе, блин. Всем, кто здесь вообще присутствует. Но надо не только тебе. Ты офигел, что я сейчас... Какие, ну пули, блин. О, вот еще один козел шарится. Ну че? Хватит и жизнь, если ковозьми ее, будем считать, что долг оплачен. А, тебя можно пощадить. Пощади, тебя разве не научила жизнь? А ты, кстати... А, нет. Я выполню, пожалуй, свой долг. А, это здоровье мне не нужно. Ну ладно. Фиг с ним. Это дело принципа, я не мог позволить, что у меня обложила куча тюфельков. Да пошел нафиг. Если не хочешь быть убитым, не связывайся с гангстерами. Козел. О, есть. О, есть. Черт, сейчас новый появится. Меня никто никогда не победит. Поняли? Так, надо быстро убираться из гостиницы, пока сюда полицейские не пришли. А полицейские рядом-то уже находятся. Это что еще такое? Че я сейчас только что видел? А этим пофигу, что ли, совсем? А где выход? Стоп. А, вот он. Надо убраться отсюда скорее. Фрэнсис, убери этих гадов от меня, пожалуйста. У меня тут на хвосте пара твоих коллег. Избавь меня от них, пожалуйста. Ты спярил? Ладно, попробую что-нибудь сделать. Фух. Я и заставился замолчать из ФК. Я только и делаю, блин, то, что затыкаю рот всем. Черт, в байкер Джонни. Смылся с деньгами. Всем, кто приближается к гривианту, всех замучают. Но ты счастливое исключение. Можешь быть свободным. Пошел ты. Больше никому не буду выполнить. Больше не буду выполнить эту грязную работу. Хорошо, нет, и окей. Но давай не будем забывать уважения. Ты просто очередной придурок. Этот город может стать настоящим страстом, если ты не нажил друзей. О, боже мой. Теперь давайте заберем тачку этого нашего Берни. А зачем? Черт, черт, черт. Мне не хватает еще этих гадов. Убери их еще раз. Фак, 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 фак. Сейчас у меня заберут все оружие и половину денег. Ну, не половину, а много денег, да, забрали. Ладно. Сейчас небольшая пауза, я пойду покупать себе оружие. Где-то тут, значит, должна быть, наверное. О, она стоит. Сейчас мы на ней поедем покупать себе новое оружие. Ох, ничего себе. Ничего себе. Тачила. Что еще? Нико, мы наконец закрепили отношения. Как только я встретил Миллари, я понял, что она моя единственная. А, если не считать девок, которых ты отхаживал. Забудь о них, они отвлекали меня от моей истинной любви. Но, Нико, я сделал предложение для Миллари. Она выйдет за меня замуж. Осталось только тебе жену подыскать, и мы зажимаемся счастливо. Я как раз этим занимаюсь, брат. Мне нравится одна девушка, Гейт Маккрири. Я ее приглашу на свадьбу! Роман, ты ее даже не знаешь, не усложняй все. Поздравляю с полномовкой. Спасибо большое, братец. Роман безумно счастлив. Так, вот магазин оружия. Сейчас будем покупать новое оружие. То полицейские вечно все отбирают и... Ну, бронежилет сразу возьмем. Может пригодится. Так, блин, опять подбирать придется все, осматриваясь. 15 штук сразу возьмем. Это пока, думаю, не понадобится. Вот эту... Дробовичок возьмем. Может тоже пригодится. А сразу на максимум возьмем. Что у нас там еще? Вот это вот очень нужно мне. Пригодится. Сколько же я, интересно, в тюрьме-то посидел. Хотя я, наверное, штраф получил небольшой. Я же пытался только взломать дверь машины. Ну, давайте купим этот бронебойный пистолет. Не бронебойный, а просто боевый пистолет. Ей, до хрена, до хрена, до хрена, до хрена возьмем. Ну и можно биту взять. Почему бы и нет? Почему бы биту не взять, да? Короче, какое-то сообщение Рэй прислал. Микки, нам с тобой с Филом надо встретиться в гараже Ромландии. Фух, ничего, оружием запаслись. И можно поехать начать похищение. Однако пока ей позвонить нельзя, потому что время поздно. Я еду домой спать. Ну что ж, я решил переночевать у Романа в квартирке. Давайте позвоним этой дочери бандита. Я звоню на счет машины. Здравствуйте. Приезжай ко мне на Баббет-штрит. А поглость и не скажешь, что тебе розовое подходит. Не могу уже... Не могу упустить шансы провернуть сделку. Когда вы на задании, нельзя сохранить игру, я понял. Найдите крейси, Анчелоти. Я оставил эту новую машину у Романа. И он теперь, походу, живет тут вместе с Мэлори. Пусть они пользуются на здоровье. У меня есть классный фургон. Но я его так называю, потому что мне... Обожаю такие фургоны, которые у меня состоят. Здравствуйте. Ты тот парень с сексуальной Макциной, который насчет машины звонит? Я разрешусь, если мы ее немного обкатаем. Можешь обкатывать сколько угодно. Я обожаю гонять на тачках с вами, с европейцами. Знаешь, моя семья приехала из Италии, откуда-то с юга. Почему тебе не поехать на южное побережье? Там можно везде не тягиваться. Ну, давайте съездим туда, почему бы и нет. А уже потом... Темное мисичко. Отвезенное. Я возьму в подружки ее. Ты настоящий джентльмен. Их в таком городе ты не встретишь. Мой отец говорит, что хороший парень перевелся. У тебя, похоже, отец не такой закалкой. Пусть он лазит, да не особо. Он классный, но... Мордовороты и его друзья, конечно, это не по душе. Я знаю, что с южной только с геями. Крайне мере, они пытаются каждые 10 секунд, что попало делать. Собес не будет. Ну, ладно, не буду это читать, потому что... Нельзя, юнок. Я не хотел бы напугать ее. Почищение начинается. Неплохо, то, ради чего я здесь, еще даже, правда, не началось. Я некоторое время обкатывал тачку, поэтому я могла лишь догадываться, что тебя интересует что-то еще. Да. Я здесь, чтобы тебя похитить. Я не хочу приничать тебе вреда, но не дергайся. Ну все, я звоню папочке ей. Ну все, я звоню папочке ей. Ну все, я звоню папочке ей. Как ты смеешь, а? Ну и че? И че теперь делать? Зашибись, конечно. Ну просто вот... Просто словами не передать. Вот так вот. Теперь ты понимаешь, для чего я здесь? Так, пробный заезд окончен. Тормози. Останови машину. Ну все, я звоню папочке. Никуда ты не позвонишь, ты поедешь со мной. Ух ты, козел, ах ты, козел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, и ты что делаешь? Охренела что ли вообще? Так, ай-яй-яй-яй-яй. Вряд ли меня ты остановишь. Если я не перевернусь еще раз. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Факин, мазафакин щит. Ты в курсе, что у меня в кармане есть тот, что громко стреляет. Громко и больно стреляет. Факин щит. Я тебя... Я тебя сейчас сам остужу. У тебя большие проблемы. Блин. Я здесь есть. Машина дымит уже. Ты чё, охинела, что ли? Заткнись. Наконец-то затихла. Хе-хе-хе-хе, ничего себе. Вырубил всё. Мешаться не будет. Как сам Раста? Не хочешь стрип-клуб? Мистер Забочный. Нет, не могу. У меня тут девушка. Не думаю, что это будет уместно. Поговорим позже, ладно? Блин, ну только бы машина не загорелась. Всё, из-за этой дурочки машина дымится уже. Что значит отвезите на квартиру? О, там классный тургон. Стоит. Прикольно, блин. А, она целая, смотрите. Стиви, разберись с тачкой. Девка и прям стала бы целью наших проблем. У её папы вводят всё серьёзные бабки. Именно он и засадил джерли. Поскорее бы он заплатил бы уже, а? Я даже думать не хочу, что она устроит, если ты пальцы попытаешься отрезать. А в кат-сцене машина выглядела целой и невредимой. А возьму-ка я этот классный фургон, да? Гордона, я с ней разобрался. Мой брат очень обрадуется, я запущу процесс. Будь на связи. Чуть матерное слово не сказал. Гордон. Зовут его, да? А я сказал плохо. Так, и как нам уехать отсюда? Ладно, едем, едем отсюда пока. Трак-хилст. Не. Это шутка. Что сделал наш друг? 37 к 8? Не. Что там со свингерами? Как Марлин? Дети. Прекрасно. Ладно, ладно, мне нужно идти. Давай. Эй, Рэй, что это за приятель? Фил, помнишь Нико? Он мой хороший друг. Мы можем поговорить? Конечно можем. Только мы не общаемся почти. Интересные времена у нас стали. Понимаешь, о чём я? Не слышал, мой друг. Гарри? Парни в шляпе? Ну, парень с этим... Бада-пи, Бада-пу. Да, парень... Да, этот парень, короче. Ты понял. Я слышал. Успокойся, Рэй. Мне нужно поговорить с тобой наедине. Так, Фил, в этом и дело. Я хочу спросить. Я не могу. В смысле, не могу? Я не могу сделать это. Мне сейчас много своих интересов. Бизнес пошёл в гору. Я не хочу ни на что отвлекаться. Ты можешь... Нико хорош, он сделает то, что тебе нужно. Говоришь, он твой друг? В известной степени. Ну да, рад знакомству. Подойди-ка сюда. Триад на руках жирный шмат Геррича. Они его собирают возбыть. Они об этом болтают во всех углах города. Они хотят его сбить по дорогой цене. В общем, нам нужно укрепить и забрать у них товар. Они его загрузили в грузовик. Как только ты его заполучишь, позвони. Конечно. Только мне влетит в эту копеечку. Да, деньги ты получишь без проблем. Слушай, у тебя симпатичная стереосистема. Спасибо. Слышал что-нибудь из своей большой жене? Да это ещё что за вопросы? Да нет, я просто не интересуюсь. Убирайся вон. Ой, чёрт. Я буду на связи. Хорошо, 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 хорошо. Направляйтесь в переулок. Ну, ехали. Только это далеко? Чёрт побери, ну это не так уж и далеко, в принципе, но... Прилично. Короче. Откройте. Откройте дверь. Открывай, ну. Так, приехали. С этим фургоном попрощаться только, правда, придётся. Блин, а то, что машина стоит здесь, они, наверное, поймут, что здесь они будут не одни. Во, народу поналетело, а. Похоже, перестрелка будет честная. Так, начнём стрелять. На, несуйте свои головы здесь. Ещё один. Я не даю оши. Да. Вы что, на самом деле? Вы что, на самом деле? Спасибо. И динам. Я куплю у тебя, чёрт. С ко мне? Я не учу! Вы что, на самом деле? застойте там господи я сейчас и сам все все это это диллер и все никуда ты не поедешь а почему а почему и я же стрелял стеклам водителя почему он не сдох причем без проблем едет я спадаю кузовике на своем как бы его с как бы прицепиться к нему а блин не люблю щелкать пробел долгий все 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 держись не поступают жалобы за то как ты водишь козел как как он вышел через сквозь дверь клюки в этой игре еще походу есть филл филл штука которая тебе нужна у меня что с ней делать это свадебный подарок моему племяннику Фрэнке гони его к большому дому на берегу тавеню сразу поймешь когда увидишь он будет тебя ждать приезжайте на кузовике к старому особнику транспорту тихо тихо airports нельзя переворачиваться как не не зайдешь дом обветшал их разваленный уже привет фрэнки вы дядя просил тебе передать вот этот свадебный подарок да и не сказал бы что я счастливчик мне придется и что ты чтобы до тех пор пока и он не переступит через свою порануя а пока я займусь поиском машин повстречем вот этот драндулет веселый у тебя будет медовый месяц ну бывай заморочился я что то сейчас немного я не получил свадебный подарок отлично сработали он хороший парень заслуживает чего до особенного надеюсь он хорошо за ним присмотрел а тебе еще работа нужна я всегда еще возможность пара лишних баксов заполучить отлично я знаю парня которому нужен такой человек как ты управляйся к таксофону на вилтолог антек он позвонит тебе хорошо нико я рассказал про тебя джимми не хочется выстрелить для меня есть работа да надо пару дел уладить приезжай к нему домой на бифы вестайк немного попозже в следующей серии зайдем в пигарина ладно закончим на этом всем спасибо за просмотр с вас лайкозы подписываться с меня эпичные видосы подписывайтесь на мой запасной канал на группу вконтакте и не забывайте сидите дома никуда пожалуйста не выходите не нарушайте самоизоляцию давайте спасем с вами планету от опасных болезней всем до свидания и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok